В 90-е годы 50% жителей города, мужского населения, у них была судимость. И многие были связаны с бандитизмом, с преступностью. И, конечно же, вокруг моего окружения постоянно были люди, которые, к сожалению, употребляли наркотики, были алкозависимые, занимались преступностью. И я вырос в такой достаточно суровой обстановке, в районе такой, где жили много людей, которые были бывшими преступниками или детьми людей заключенных. И мой отец, он был тоже алкозависимым. И когда мне было 11 лет, он покончил жизнь самоубийством, к сожалению. И я рос, и мое окружение очень сильно влияло на меня. И я начал рано работать, в 16 лет я уже работал. Я нигде не учился, меня отчислили из учебного заведения. Я работал в окружении наркоманов, преступников, на автомойке, мыл машины. И когда мне было 18 лет, я начал очень сильно внутри желать чего-то большего. Когда мне было 11 лет до этого, я пережил призыв от Бога, что Бог имеет какие-то планы на мою жизнь. У меня была сверхъестественная встреча с Ним и прикосновение Его к моему сердцу. Когда мне было 11 лет, я находился в церкви протестантской. В 18 лет я понял, что сейчас я нахожусь у Рубикона, где мне нужно выбирать, где моя жизнь может пойти либо по одному сценарию, либо по другому. В одном случае это мои планы, мой сценарий, в другом случае это божественный сценарий, божественный дизайн моей жизни. И когда мне было 18 лет, я просто был в таком вот кризисе, был в таких вот рассуждениях. Я думал о том, что моя жизнь пройдет, я буду на смертном одре. И я думал очень так логически в тот момент, я думал, вот я проживу еще 50-60 лет. Буду ли я сожалеть о том, что было в моей жизни или нет? И я понял, что без Бога я не знаю ответ на этот вопрос, буду я сожалеть или нет. Я понял, что если я буду жить без Бога, то я буду жить наугад, так как я думаю, так как мне будут подсказывать какие-то возможности, какое-то окружение. Я понял, что я не хочу в конце своей жизни иметь сожаление о прожитых годах. И я понял, что чтобы не сожалеть о своей прожитой жизни, мне нужно обратиться к тому, кто является автором моей жизни, к Богу. И тогда я начал искать его лицо, молиться, читать Библию по много часов. И внутри меня был пробужден такой голод по Богу, по Его присутствию, по Его водительству в моей жизни. Очень сильный такой страстный голод, что я ехал домой после работы на своей машине. И я жаждал встречи с Богом. Я жаждал прийти вот в свою комнату, где я мог закрыться и молиться, и быть с Богом в Его присутствии. Потому что я верил, что Он – источник жизни. И вот с 18 лет я начал активно искать, искать Божье присутствие, искать водительство, искать близости с Богом. И Бог начал очень сильно говорить в мою жизнь, и Он говорил о моем призвании, о том будущем, которое есть в Его сердце, обо мне. И Он говорил мне о служении, о моем призвании, о духовных дарах. И Бог начал говорить о моей судьбе. И я в тот момент, в тот период, я мечтал о большом, о чем-то великом, о чем-то значимом. И я помню, как я работал на газели, ехал в один такой загрязненный город, район города, огнеупорный называется. И я ехал на газели, и я говорил, Господь, я верю, что я призван к большему. Я верю, что есть что-то большее в моей жизни, что это не моя судьба, то, что сейчас я делаю. Это временный период. И однажды Господь призвал меня в пастырское служение, и я стал молодежным пастыром в своей церкви. И Бог мне говорил об этом до этого, там, за три месяца. И то, о чем пророчески я видел, Господь сделал вот реальностью моей жизни. И меня пригласили в пастырское служение в Нижнем Тагиле, и я был частью пастырской команды. И я чувствовал, что Господь меня ведет еще куда-то, еще дальше, что есть какая-то другая перспектива моего призвания, что-то другое, что может меня еще сильнее вдохновить, и что может реализовать Божьи планы, которые есть в его сердце, глобальнее, что ли. Я мечтал о начале новых церквей. Я мечтал о церквях, которые будут растущими, которые будут влиятельными, которые будут насаждать другие церкви. Я мечтал о пробуждении. И однажды, когда я приехал на молитвенное собрание своей церкви в 7 утра, Господь сказал мне о том, чтобы мы ехали в Москву, и там Он откроет двери для нашего служения. И тогда я уже был женат, и через несколько дней я купил билеты, и мы поехали в Москву и стали частью миссионерского курса «Слово жизни». И когда курс подходил к концу, то я понял, что Господь призывает меня начать новые, начинать церкви. И совершенно случайно, находясь в кафе в Москве «Церкви «Слово жизни», я услышал, что в Санкт-Петербурге планируется открыться церковь. И я понял, что это мой шанс присоединиться к движению Духа Святого. И я понял, что это мой поезд, на который мне нужно запрыгнуть. И я тогда связался с пастором Андреем, и в итоге присоединился к церкви, к началу церкви в Санкт-Петербурге. И мы начали в январе 2014 года, и за год Господь дал нам рост в пять раз. Когда мы начали, нас было 22 человека, и через год нас было 110 человек на собрание, на дне рождения. Еще через какое-то время, через пять лет, мы начали церковь в другом городе, где я тоже занимаюсь управлением этой церкви. И я верю, что Господь сегодня поднимает растущие церкви. Господь сегодня желает насаждать и желает двигаться сегодня, действовать через церковь, нести пробуждение в наши города, открывать наши города, какие бы они ни были, масштабные, маленькие. Я верю, что Дух Святой хочет и может действовать сегодня через любого человека, который жаждет, через любую церковь, которая жаждет пробуждения. Я верю, что сила Духа Святого, она сегодня доступна каждому верующему человеку в нашей стране. Я верю, что божественные исцеления реальны, и Бог исцеляет сегодня. Я верю, что Дух Святой сегодня действует в дарах. Он может говорить, давать слова знания, давать пророческие слова, слова мудрости, творить чудеса и исцеления, внутренние и физические. И я бы хотел, я верю, что вот моя жизнь, она несет, она несет, она как бы сфокусирована в нескольких словах, что если ты жаждешь пробуждения, то пробуждение может прийти в твой город и в твою церковь. И я хочу, чтобы моя жизнь, она вдохновляла людей, быть людьми пробуждения. Быть людьми пробуждения. Также я хотел поделиться одной яркой историей о божественном исцелении, восстановлении. И я хочу рассказать это, чтобы ободрить людей, что Господь действует и исцеляет, если мы идем по вере, доверяя Ему. И это было уже года три, наверное, назад одно из ярких в принципе в моей жизни движений, исцелений, восстановлений сверхъестественных. И это началось примерно три года назад, когда я начал быть активным в сфере божественного исцеления, молиться за людей, за десятки людей постоянно, стремясь, чтобы передать им чудеса в их тела, там, где они нуждаются. И мне написали, каким-то образом меня нашли, и мне написали вот в интернете о том, что есть одна девушка, которую вертолет МЧС привез, ну, доставил в Санкт-Петербург из Крыма, из Севастополя, по-моему. Это певица, у которой была проблема с сердцем, ей нужно было сделать срочную операцию, ей сделали операцию, но что-то пошло не так. И она оказалась, ну, вот, парализована. Я не знаю терминологию, но суть такая, я поехал к ней, она была в реанимации, и я поехал на улице вот Маяковского, там есть больница, и я приехал к ней, я приехал в реанимацию, в отделение реанимации, я зашел туда, там не было никого людей, там была такая тяжелая атмосфера, и в этот момент была внутренняя, сильная внутренняя борьба. Ну, типа, ты чего сюда приехал? Здесь люди умирают, здесь, ну, вообще, тут тяжелые диагнозы. Чего ты тут собираешься делать, да? То есть, как будто бы дьявол прямо говорил со мною напрямую. И тогда для меня был такой гефсиманский сад, где я либо бы отступил назад и убежал оттуда из-за страха, отсутствия результата, либо сделал шаг вперед, поверя. И я решил, что я останусь, я буду молиться за нее. И мне вывезли эту девушку, молодую женщину, девушку, может быть, лет 30. Она была в таком кресле, то есть она не могла двигаться, она еле поворачивала головой, не разговаривала, она была очень, ну, истощена, потому что, в общем, ее кишечник, там была непроходимость, вот, ну, еды в кишечник, я забыл, как это называется, то есть она не могла кушать и переваривать пищу, поэтому прямо ее кормили через, ну, через кишечник, прямо туда была вставлена трубка, ее туда какие-то питательные элементы поставляли, чтобы поддерживать ее жизнь, чтобы она не умерла. Вот. И она была такая вся, в общем, ну, страшно выглядела, изможденно выглядела. И в таком состоянии она уже была несколько месяцев. И мне вывезли ее, мы пошли с ней, ну, мама, ее мама, она повезла ее на улицу, мы пошли, и на улице я молился за нее. В момент молитвы я ничего не чувствовал, никакой, никаких, не было сразу же явных проявлений, что что-то происходит в ее теле. Я помолился с ней молитвой покаяния. Ну, как помолился? Она не говорила. Она соглашалась со мной, так вот кивая, и я молился за ее исцеление. И я ушел. И прошло несколько недель, и ее мама мне пишет о том, что ее дочка, ну, что ее кишечник стал принимать пищу. Хотя врачи говорили, что вообще шансов нет, и они сделать ничего не могут. И это было реальное чудо. В общем, и ее кишечник начал принимать сверхъестественную еду, переваривать. То есть проходимость это, там какие-то проблемы были устранены Духом Божьим. И она начала питаться. Она начала набирать вес, начала кушать, начала двигаться. Ее мышцы начали восстанавливаться. Опорно-двигательная система начала восстанавливаться. И в итоге ее тело восстановилось. Слава Богу! Дорогие, я хочу помолиться за вас. Я хочу ободрить всех, кто мечтает о движении Духа Святого, о чудесах и исцелениях. Иисус сказал нам, сказал, возлагайте руки на больных. Я верю, что есть сила в наших руках. И есть сила в прикосновении. И когда мы прикасаемся, то сила Духа Святого течет через наши руки. Поэтому я хочу ободрить всех. Если в вашем окружении есть люди, которые нуждаются в исцелении, в выздоровлении, пожалуйста, возлагайте на них руки и провозглашайте божественное исцеление. И я провозглашаю божественную активацию даров исцеления и чудотворения во имя Иисуса. В жизни каждого, кто сейчас нас смотрит во имя Иисуса. Слава тебе, Господь. Аминь.